Монтер. Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре, актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят. Дело это произошло в Саратове или Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана, в городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в 23-м году снимали на карточку, монтеры этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал, а в центре на стул со спинкой посадили тенора. Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал, но затаил некоторую грубость. А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играют Руслан и Людмила, музыка Глинки, дирижер, маэстро Кацман. А без четверти минут 8 являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись, неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу, посмотреть на спектакль. Монтер говорит, да ради бога, медам, сейчас я вам пару билетов в Сваргане, посидите тут у будки. И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит, сегодня вроде как выходной день, народу пропасть, каждый стул на учете, не могу. Монтер говорит, а кто, говорит, ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важнее и кого сбоку с ума, а кого в центр сажать. И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит, отчаянно флиртует. Тут произошла, конечно, форменная обструкция. Управляющий бегает, публика орет, кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший завсегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам, я в темноте пять тенорам отказываюсь. Раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже, пущай, сукин сын, монтер поет. Монтер говорит, пущай, не поет, наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пущай, одной рукой поет, другой свет зажигает. Дерьмо какое нашлось. Думает тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету. Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является и говорит, где эти чертовы две девицы, через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, коровы их забодай. Монтер говорит, вот они, чертовы девицы, только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам, мне энергии принципиально не жалко. Дал он сию минуту свет, начинайте, говорит. Сажают тогда его девицы на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!